Первое, что я захотела, дернуться и выскочить из машины И в моем позвоночнике страшная боль Она даже на коляске смогла Ну, это потому, что у нее муж-олигарх Очень быстро прилипает позиция жертвы И так легко, на самом деле, людьми управлять Я падала и ломала, попадала снова в реанимацию Опять все эти шурупы, у меня все там в железо Да я вас сейчас всех научила, пойдемте Блин, мы не то, что стали в Средневековье Мы просто какой-то там древняя Русь Ксюша всю жизнь мечтала попасть на конкурс красоты И вот ее пригласили Любовь Петровна говорит, ты в чем вопрос? Я говорю, господи, а белье-то какое красивое Булавочку прикрепила, и булавочка тебе даже не помогла Навального мы потеряли как политика А тут вдруг Титов, почему? Ну вот, Ксюш, наш штаб Ну я так понимаю, только недавно штаб же открыли, да? Да, вот и в июле А ты бы за свои взгляды готова была бы сидеть в тюрьме? Знаешь, я вчера в мойку машину завела Я говорю, хорошо, мойте, завтра здесь поедет Ксения Собчак со мной Водитель на меня посмотрел, как на сумасшедшем Так тебе помочь что-нибудь? Нет, я сама Сейчас, вот, видишь, у меня адаптированный машина У тебя такой порожек Да, я же его, видишь, весь... Так Оп Ну прям легким движением Я, наверное, сейчас похвастаюсь, Ксюш Я стала первым человеком, колясочницей в мире Которая стала лицом Мерседеса И для меня это большая гордость Потому что я таким образом, не то чтобы я собой горжусь Я горжусь тем, что это возможно в нашем мире Показывая другим женщинам Я об этом говорю, что да, девочки, да, может быть, авария Да, это кажется страшно Но я себя никогда красавицей не считала Но стать там женщиной-колясочницей лицом Мерседеса В какой-то момент, да, я поняла, что в принципе В целом мир на другой уровень выходит Ну, понятно, это немцы, да, но как бы Но мы в России смотрим же на это Мне очень хочется, чтобы многие бренды вот так делали Потому что это какой-то прям вот... Это правда Ксения Безуглова, 38 лет Обладательница короны Мисс Мира-2013 Среди девушек на инвалидных креслах Родилась в Кемеровской области Затем работала в филиале крупного издательства на Дальнем Востоке Там же встретила будущего мужа и спутника всей своей жизни Во время первой беременности попала в тяжелейшую автокатастрофу С тех пор Ксения парализована Оставив попытки встать на ноги Решила собственным примером воодушевлять людей с ограниченными возможностями Ксения автор проектов «Города для всех» и «Доступные пляжи» Работает с роддомами Член комиссии по делам инвалидов при президенте А также кандидат от партии «Роста» на предстоящих выборах в Госдуму Но главное ее достижение – это счастливая семья Ксения Безуглова – жена и мама троих детей Всех детей Ксения родила, будучи в инвалидном кресле Боже, а фобии нету ездить на машине после всего, что произошло? Самое интересное, что когда я попала в преодоление сюда вот 13 лет назад У меня там уже в программу реабилитации входило посещение доктора, психиатра, психотерапевта И я все сопротивлялась, я здоровая, у меня все в порядке, я веселая, видеться на позитиве Не-не-не, нужно сходить Вот я прихожу, и мы рисуем, сидим, рисуем В какой-то момент я выясняю, что у меня страх ездить в машине пассажиром Я же была на заднем сидении, когда все это случилось А кто вел машину? Сестра моего мужа была за рулем А он был за рулем другой машины И мы ехали так паровозиком, там, в Славянке были У нас там ехали, отдыхали на море И возвращались в палаточное лагеря И я сидела сзади, не пристегнута, а посредине Слушай, а ты можешь вспомнить момент аварии? Потому что ты давала очень много интервью Но вот сам, как это все происходило И кто виновен оказался, так и непонятно То есть вот на машине была сестра мужа А он здесь сидел кто? Вот на моем месте Здесь сидел, а нет, там наоборот Здесь сидела за рулем сестра мужа Мы в Володивостоке, там правые руки машины На этом месте сидела бабушка Ну, моего мужа Катя Почему мужа не был? Он был в машине впереди В другой машине за рулем Ты сидела сзади? А я сидела сзади, да Сидела моя подруга со мной рядом и друг Втроем А ты сидела посередине? Да, я сидела посередине Как-то, знаешь, это все так быстро случилось Что я вот... Мы еле-еле телепались на самом деле Знаешь, там была такая серпантинная дорога вдоль моря Очень какой-то вязкий асфальт свежий какой-то, очень хлипкий какой-то, знаешь Вот это вот какой-то икарус впереди, дымящий черным дымом Меня тошнит жутко От этого серпантина, от жары, от этого икаруса Я смотрю, Алеша-то знаешь, что у меня не очень хорошо? И он его пошел обгонять При ближайшей возможности И мы пошли за ним сразу обгонять его тоже На такой скорости, знаешь, там Я даже не знаю, сколько мы там ехали Ну икарус шел километров 15 Знаешь, он еле-еле в горку Мы его обошли и тут же словили вот этот поворот Перевернулись несколько раз Был просто резкий поворот Был поворот И да, знаешь, как мы одним колесом как-то словили обочину Знаешь, когда вот разница Да И вот словили эту обочину, машина не справилась То есть реально машина груженная У нас там все там загружены были Ну не машина, ну давай честно, не справилась с управлением У тебя сложно было, вот видишь, не случайно я нигде не находила информацию Кто виноват в аварии У тебя сложно было избавиться от того, чтобы не обвинять его Это же такая сложная вещь, знаешь, человек изменил твою судьбу Сложно, ну ты знаешь, я не скажу, что у меня были обвинения какие-то Нет, это же внутри, знаешь, это же такая У меня не было такого вот из-за тебя там со мной случилось У меня было внутри такое какое-то чувство непонимания очень долго Вот знаешь, как будто, знаешь, это вакуум в голове С одной стороны, это же родной человек Мы близко очень дружим Мы прямо вот, знаешь, такие все очень дружные Очень любим все друг друга С другой стороны, мне было страшно настолько, что я вот даже, ну, думаю, как же так это у нас случилось Почему это у нас случилось? Ну, как это? Потому что как вот, как она с этим живет? Я не понимала То есть, знаешь, мы никогда об этом не говорили толком И с этим было тяжело Вот сейчас уже поговорили, сейчас уже нормально А вот когда они говорили, было непросто Есть вещи, которые нужно друг другу вот изо рта в уши проговорить И тогда это все как будто, знаешь, как-то нивелируется Что это было? Ну, просто вот эти вещи, что я, да, там, я не знаю, там, вот, ну, то есть там сказать, что да, я понимаю, что я, там, это вся вина на мне Ну, там, условно говоря, да, да, там, мне тяжело вообще об этом, наверное, было говорить Да, многое между нами не сказано Но это вот просто потому, что, наверное, просто сил не хватало на это Это вообще, не дай бог, никому, да, вот такое вообще Вот просто оказаться на Кате на месте Никогда, вот просто Потому что не каждый, наверное, справится вообще вот с этим чувством вины, которое на тебя вдруг падает Но что, вот в чем Катя молодец, она никогда его особо, ну, то есть она вот с ним сразу начала работать Что это ситуация, и в ней мог оказаться каждый Я рада вас приветствовать на этом замечательном стенде Ривгош И сегодня наш разговор с Эдгаром Шабановым Мы знаем, Эдгар, что вы давно работаете в этих направлениях У вас большая карьера за спиной И вот сейчас большое и значимое назначение Бизнес Ривгош, он отличается, например, от того, что происходило в других индустриях В том числе за счет цифровизации, пандемии То есть люди стали больше заказывать в интернет-магазинах То есть помаду выбрать диджитально в интернете, правильный оттенок, сложен В чем ваше преимущество вот в такой структуре бизнеса? Преимущество, наверное, в том, что офлайн будет жить Мы будем развивать офлайн-магазины однозначно Недостаток то, что, соответственно, нужно идти вместе со временем Соответственно, и развивать онлайн-управление тоже Куда нам, наверное, нужно двигаться дальше? Это маркетплейсы Сейчас, соответственно, встает проблема в чем? Что маркетплейс это не люкс в России Просто пока не воспринимается нашими люксовыми марками Что для них важно? Это контроль цены, чтобы, соответственно, вот эти В поисковике набираешь, там, не знаю, Dior, грубо говоря, да, чтобы Dior не всплывал вместе с чулками, носками, тарелками и еще какими-то масс-маркет товарами, да? Вот если это мы преодолеем, тогда мы сможем воспользоваться тем огромным трафиком, который на самом деле существует на маркетплейсе Как противостоять конкурентам? Стратегия Рикоша Вообще парфюмер косметический ритейл очень конкурентный И вот эта конкурентная борьба, она, соответственно, способствует нашему развитию Потому что мы постоянно должны думать, как привлечь новых клиентов Как создавать более комфортные, более интересные магазины Нужно, так сказать, как-то конкурировать, находить что-то новое, интересное, чем-то удивлять клиента Чтобы клиент, так сказать, с того ритейлера свернул в Рим Гош, да, например У вас поразительная карьера Вы действительно были вначале по одну сторону баррикад, скажем так Как и представляли крупнейший бренд Clorance А сейчас, как бы, вы видите рынок с другой стороны Со стороны ритейла Поменялся взгляд и призма на косметический рынок? Если да, то как? Ну, слушайте, я вот, когда был на стороне бренда, вот писал письма там в ритейл и так далее И думал, почему же так долго никто не отвечает, да? А там, оказывается, просто таких писем от разных брендов, да, вот в ритейле много И удовлетворить потребности всех и вся и сиюминутно абсолютно, конечно, невозможно Если говорить о дипломатии в отношениях, то вот именно на стороне ритейла Мне кажется, дипломатия это то, где можно научиться очень хорошо дипломатии Потом уже, наверное, идти работать в Министерстве иностранных дел Ну что же, мы будем следить за вашей карьерой Генеральный директор и главный дипломат, как я понимаю, Рив Гош, Россия, Идгар Шабанов Спасибо большое за эту дискуссию Спасибо, Ксения, было очень приятно пообщаться с тобой Первый раз мы общались, очень приятно, спасибо Спасибо Ты не помнишь, естественно, сам момент Самое интересное, что я не выключалась ни на секунду У меня не было ни потери сознания, ни вообще ничего Ни на секунду А было вот ощущение, как, знаешь, как что-то вот сломалось безвозвратно Ну вот момент не просто боли, а того, что вот все, это конец Такое было? Да, было, конечно Я, когда машина перестала переворачиваться Я лежала на заднем сидении уже наполовину из заднего стекла То есть оно разбито было, я торчала из него И мои ноги лежали ровно на сидении вот так вот И мне, конечно, первое, что я захотела, дернуться и выскочить из машины Мало ли что с ней там И я поняла, что они просто лежат бездвижно Вообще просто вот лежат И в моем позвоночнике страшная боль Страшная боль, как будто мне тут что-то воткнули И ко мне подбежала сестра, муж Крики какие-то, Ксенечка, Ксенечка, я просто вот, ну, моя голова из окна висела И я говорю, все Я чувствовала, что это все Знаешь, мне так было больно И настолько какое-то ощущение, какого-то отрыва, знаешь Мне так хотелось, чтобы меня вырубило Потому что страшная боль Я просто, меня положили на асфальт И сестра подошла ко мне, Ксенечка, пожалуйста, пожалуйста, держись Я говорю, я не могу, у меня нет сил, я ухожу И вот прямо такое ощущение, что я точно с этим не справлюсь Но я понимала, что позвоночник сломан Они подошли, когда я сразу сказала У меня сломан позвоночник, меня не трогайте Потому что, знаешь, такие умники Ты это поняла прям Да, да, я посмотрела, у меня ноги, вот я говорю, лежат бездвижно ноги, боль И какие-то, естественно, зеваки, которые всегда откуда-то берутся Начали умничать и кричать Тяните ее оттуда, тащите ее, там, знаешь Я говорю, не трогайте, у меня сломан позвоночник Приехала скорая, знаешь, такой Я не помню, ну, мне кажется, минут 40 мы их ждали Приехала скорая, такой старый Ты все еще была в СССР, да Старый советский такой, знаешь, уазик такой вот Булка такая, батон Вот, в котором железные носилки и просто ибинт И больше ничего И она говорит, миленький моему мужу Ты мотать умеешь? А он говорит А он так, я знаю, как он валится крови И она смотрит на это, ты мотать умеешь? Он говорит, ну, смогу, на военке учили Он говорит, мотай, милый, мотай И он начал мне наматывать этот бинт на руку Ну вот И этот бинт, конечно же, не спасал ничего Потому что просто там, знаешь, все это А как вытаскивали тебя? Как вы в таких травмах вообще? Я вообще, как-то вытащили Потом привезли туда И она, женщина там, ну, я лежу на каталке И я просто говорю, Леш, пожалуйста, сделай что-нибудь Я говорю, я просто сейчас от боли Я не могу больше, мне очень больно Он говорит, малышка, потерпи, пожалуйста Я лежала на этой каталке железной В каком-то обшарпанном страшном коридоре И они говорят, надо делать этот рентген Подошла женщина, такая пожилая Разрезает на мне одежду И такая, господи, а белье-то какое красивое Она в нее, знаешь, булавочку прикрепила И булавочка тебе даже не помогла, знаешь Так вот У тебя булавочка? Да у меня булавочка была, да Вот этим ушком вниз А ты верила в эти примеры? Откуда-то мне кто-то, видимо, сказал У меня на каждой блузке была булавочка И вот там была тоже Она говорит, тоже булавочка тебя не спасла Я так на нее смотрю Я говорю, спасите меня, пожалуйста Она говорит, да спасем, спасем Там, конечно, тем временем такой ад творился Потому что спасать было неким Вообще неким Потому что мы были в сельской страшной старой больнице Врачей нет Врачей нет, они сказали У нас три дня назад подобный случай был И он скончался, человек Они говорят, делайте, что хотите Везти ее сейчас нельзя На море шторм Дорога ужасная, там сельская Загородная дорога У нее тяжелейшая травма Несовместимая с жизнью Ее вообще трясти нельзя Надо врачей сюда везти Как-то ищите, как хотите И вот мой муж с моей сестрой Как они сейчас вспоминают Мы вот так сели на полу этой больницы Нам все, кто был с нами, друзья Отдали все эти свои телефоны Потому что ни зарядок, ничего не было Эти тогда кнопочные В общем, с этими всеми телефонами Они сидели, просто набирали Судорожно все подряд номера Которые они могли только вспомнить Знакомых каких-либо в Владивостоке И вот так через знакомые Через рукопожатие Одни и другие Нашли врачей Нашли кровь У меня четвертая еще кровь Четвертое Переливание Да, четвертую кровь найти Не могли Этот резус Или как это Фактор называется Вот Нашли эту кровь Нужно было найти конструкцию Потому что у меня два позвонка Они просто рассыпались в пыль Их просто вынимали Там поосколочно Там мелкими-мелкими осколочками Они просто вот разлетели Знаешь, как вот просто вот От компрессии И дальше я ведь отказалась полностью От анестезии Мне вообще ни одного С момента операции И не было ни одного укола Обезболивающего Ни одного Беременность Мне казалось, что это все Во вред будет Я говорю, я отказываюсь Они говорят, вы серьезно? Они каждый вечер Процедурная медсестра заходит В репалату реанимации Так уколчики пришли А их люди ждут Знаешь, как будто вот Не знаю Мам на небес Да Потому что сейчас станет легче И ты заснешь наконец-то Я спала по два часа в сутки По часу Но не кололась И дышала, лежала, дышала Свои там какие-то асаны Дыхательные И реально У меня не было такой боли Как у других людей в палате Которые просто выли Кричали Уколите меня Уколите срочно Но я как-то спокойно Это, знаешь Как-то вот С таким вот Каким-то принятием Как будто Как будто, знаешь Вот Пришло Значит Мы должны держаться И вот Леша ко мне Зашел В палату Не в палату А вот этот Оперблок Вот перед операцией Такой в шапочке В этом халатике И он Его пустили Вот прям Перед самой операцией И он зашел На меня смотрит Говорит Ксюнь Просто борись Я никогда тебя не брошу Слышишь Я сделаю все Я тебя поставлю на ноги Все, что захочешь Просто борись Тебе нужно выжить Ты меня поняла Ты меня слышишь Я говорю Да, слышу Слышу Я буду бороться Хорошо И я Видишь Боролась Смогла как-то Хотя на следующий день Когда вот Они меня выводили Из комы Вот эту трубку Трахеостому Не хотелось вообще дышать Вот просто не хотелось Знаешь Вот они меня вытащили трубку И я не дышу И он мне просто Я вот я помню Как он у меня по щекам Бьет уже Я тебе сказала Дыши Врач Врач Он прям бьет меня Дыши Это они когда выводили меня Вот из этой искусственной комы Да А такое состояние Конечно Возвращаться больно Ну больно Правда И дальше было Очень много болей И не только физически Но и морально Душевно Постоянное Переосмысление Переживания Какие-то новые квесты Которые Они вообще не даны Вот человеку Пока ты на ногах Вот бегаешь Несешься куда-то Я там на своих Длинных Стройных ножках Бегала Носилась То презентации То какие-то У меня там Новые Я придумывала проекты Ты не думаешь Что вот так раз И жизнь Она в секунду Вообще Ее вектор меняется Она просто Просто по-другому Складывается Ты по-другому Видишь себя Ты по-другому Смотришь На людей На ситуации Даже казалось бы Вот для кого-то Страшные ситуации Ну все Все Конец света Ты смотришь И кажется Ну как же так А все ведь Есть у тебя Для счастья Вот так Стройка в самом разгаре И скоро уже Все будет готово Но сейчас я покажу Вам главную вещь Это маркиза От классной компании Тентони Ребята От души Благодарю И уже предвкушаю Посиделки Вечерами И днями В приятной Прохладе В тени Спасибо вам большое Компания Тентони Сделала мне Еще одну Офигенную вещь Вот это называется Пергол Посмотрите Какая она Красивая С одолёчком Здесь будет Такая Интимная Зона После бани Мне очень нравится Более того Это супер Надежная Конструкция Её можно Вообще Не поднимать Ничего И не страшно Никакие нагрузки Ни дождь Ни снег Ну так Иногда Счистили И поехали дальше Что я супер доводна Спасибо большое Тентони Вы классные Ксения Ну когда вот сюда Каждый раз подъезжаю Захожу Всегда Внутри Знаешь так Сердечко Тук-тук-тук Потому что Это центр В который я Первый Раз попала Только Сев эту коляску Приехала Не зная Что со мной Произошло Ещё Здравствуйте Здравствуйте А ты приехала сюда Первый раз Зачем Вот какая твоя мысль была Найти здесь помощь Мы искали Центры Вообще И искали Центры реабилитации И узнали Что есть новый центр Тогда ему был Только год Что он Супер современный Оборудованный Что надо попасть туда Как хотите Езжайте И мы с люлькой В люльке лежит Маленькая тайечка Значит Ей там Всего месяц От роду И мы едем сюда С этой люлькой Вот так У меня на коленях Люлька Лёша меня везёт Со всеми справками Приехали Пожалуйста Возьмите нас сюда И нас взяли Нам дали квоту И взяли Меня сразу А взяли Это что значит Что здесь делают Физиотерапия Слушай Здесь всё Лечебная физкультура Физиотерапия Здесь даже стоит Стоял И наверное Сейчас стоял Стоит солярий Чтобы Витамин D Вырабатывался Значит Бассейн В бассейне ЛФК Самое современное Оборудование Экзоскелет Если ты знаешь На тот момент Экзоскелета не было В России Вообще нигде Здравствуйте Здравствуйте Пойдём я тебе Кое-что покажу Да Это же твоя корона Ты так и мечтала Почему ты её отдала Всё-таки сюда А не дома хранишь Знаешь Вот для меня Преодоление Настолько Мой дом В прямом смысле слова Дом В котором я Начала свой новый путь Новый путь жизни Вот в этой коляске Начался Именно здесь Преодоление То есть Я здесь Поняла И осознала Что жизнь у меня не закончилась И когда меня позвали На конкурс красоты Я находилась Именно здесь Пила чай В столовой Здесь И значит Рассказываю Смешную историю Мы сейчас Встретим этого человека Я говорю Вы представляете Руслан Саидович Меня позвали На конкурс красоты Но где я И где конкурс красоты В Риме Он говорит Ты что Отказываться Нельзя Нужно ехать Я говорю Да нет Я серьёзная девушка Как я могу На конкурс красоты И заходит Любовь Петровна Кезина Которая создала Центр И говорит Привет Ксения Что ты делаешь Я говорю Вдыхала В гости Руслан Саидович Знаете Любовь Петровна Ксюша Всю жизнь Мечтала попасть На конкурс красоты И вот Её пригласили Любовь Петровна Говорит И в чём вопрос Так нужно ей помочь И Любовь Петровна Просто вот так Щелчком пальца Делает У меня появляются Билеты Новый паспорт Виза Я еду на конкурс На котором Получаю эту корону А ты действительно Мечтала попасть На конкурс красоты Да я снималась В каких-то журналах Будучи на ногах Да Ну как-то Это было знаешь Так между делом Скромничаешь Да ну ладно Надо снимусь Ну работая в медиасфере А потом Когда вот пригласили Знаешь Внутри такой Да нет Такого не может быть Я поеду Просто посмотрю Ну хотя бы Как это устроено И я точно не ожидала Что я заберу эту корону И что она Настолько изменит Мою жизнь И когда был День рождения Центра Я подумала Что Эта корона Главный мой подарок Этому центру Потому что Она дала мне Новый путь И мне очень хотелось Чтобы девушки Которые здесь лежат И здесь очень много Свеженьких У нас так называют их Хотелось Чтоб они видели И вдохновлялись Здравствуйте 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 Ой Мастер Давай пора Я с бороду не еду Да Нет Вчера Да Так оно Ну ладно Познакомься Руслан Саидович Ксения Вот это тот самый человек Который дал мне Волшебный пендель На этот конкурс Красоты Не надо Не хотел Стеснялась Нет Она была против конкурса Вообще Принципиально Почему? Она считает Эксплуатация женского образа Неправильная история Как-то так. Представляешь? Я даже это не помню. Ну вот. Правда, Руслан Сейдович, это человек, который здесь, в этих стенах, от начала самого создания центра, работает с каждым пациентом индивидуально, которому внушает ты можешь. Наверное, самое тяжелое время – это первое это осознание, когда, например, с человеком что-то происходит, а он не готов это принять, и ему кажется, что все закончилось. Это правда, абсолютно. Что говорите людям? Это правда, это длится очень долго. У кого-то длится год, у кого-то пять лет. И от того, как построить реабилитационный процесс, зависит этот срок. И это самое главное, по моему глубокому убеждению. Даже не двигательные функции, а насколько быстро восстановится психика. Поэтому мы организовали все эти мероприятия, чтобы человек как можно быстрее принял себя и почувствовал, что он абсолютно такой же человек, как и раньше. Какой самый эффективный по вашей практике способ вывода человека из таких состояний, когда человек не может смириться со своим новым статусом. Но вот если их все уже взять, для того, чтобы преодолеть этот барьер, ей пришлось очень долго пытаться ходить. Четыре года. Я ей говорил, что остановись, не порти свои ножки. Она трижды сломала их, но другого пути нет. Невозможно этот промежуток сократить. Да, он мне объяснял, постоянно сажал у себя в кабинете. Ты пойми, у тебя семья, ты красивая, ты себя сейчас обкрадываешь. Я говорю, нет, Руслан Саевич, я должна рядом с мужем идти, как раньше, вот за руку. Вот у меня этот стереотип в голове, его очень сложно разрушить. Тебе кажется, что ты должна быть той, с которой он женился. Потому что задача стоит сохранить мотивацию. И просто этот период восстановления, если его не пройти таким путем, то человек застревает в отрицании болезни, в желании, что он не смог попробовать ходить на долгие-долгие годы. Поэтому ему нужно дать реабилитационную программу, в которой есть все. И двигательные функции, и ходьба в эскелете. Не получилось, ничего страшного, но он должен это осознать. Да, оно же должно прийти. Вот я четыре раза сломала ноги по очереди. Какой ты, ты вот на стуке. Я падала и ломала, попадала снова в реанимацию. Опять эти все шурупы, у меня все там в железках, в ногах. Я опять вставала через два месяца и начинала снова мучить себя. Думаю, нет, я все-таки заставлю себя. И вот когда дошло, что четыре года, мать твою, я себя просто извожу, проводя сутки напролет в этом спортивном зале, с этим пучком, вот знаешь, вот это вот, не видя жизни, по сути, а это были там 20 с лишним лет. Мои главные там молодости, понимаешь, она мимо такая пролетает, и до тебя доходит, вот тогда ты готов себя принять. И тогда и случилось, вот мое принятие одновременно, и следом конкурс. И я там, знаешь, как вишенка такая на тортике. На, почувствуй, что ты все делала правильно. Вот по этим коридорам, Ксюша, если вспомнить меня 13 лет назад, я просто день и ночь в ходунках, с такими пластмассовыми вот так, по самым бедра, сапожками, на прямых ногах, думала, что я учусь ходить. Вечер уже все там ложатся спать, а я хожу, скреплю этими ходунками. Ой, смотри, это, кстати, здравствуйте, это экзоскелет. Здравствуйте. Привет, Сереж. Привет. Я не могу. Да, я вижу. Это у вас экзоскелет какой, последний? Российский, да. Это российская такая разработка, да? Это же не российский? Это российская, да. Это российская разработка. Это, наверное, то, чем мы можем годиться. Круто. Потому что это хороший готовый продукт, который работает. Мы здесь даже 2016 года его применяем, очень успешно. Это полностью автоматизированный тренажер, ну, по сути, как экзоскелет-тренажер, который дает возможность любому человеку сделать движение. Первое, может быть. Дает возможность ходить вертикально, так скажем. Слушай, ну это же кровообращение, работа там. Да, ну для всех по-разному. То есть для кого-то это как профилактика вторичных. А если ты отпустишь, он сам может? Может, да. Вставь. Так, а пойти сам сможешь? Пойти, ну, надо страховать. По технике безопасности, да, он свежий. По технике безопасности, ну, я не могу отпускать, но уйдет он сам. Грудной? Да, грудной высокий. До свидания. Спасибо. У вас какой-то даже свой птичий язык. А что значит грудной высокий? Свеженький. И вот свеженький, значит, недавно грудная, грудной, это значит, грудной отдел позвоночника, как у меня. Ну, это значит, на уровне груди. То есть вот здесь вот самое такое. Высокий, значит, самый высокий, это где-то, наверное, да, ближе уже к шейнам, вот здесь вот. И это самое тяжелое считается травма? Самое тяжелое шея, потому что все, что ниже шеи, у тебя получает парализацию, получается, чаще всего. Это чаще всего самая частая травма? Вообще, ты знаешь, мне кажется, грудные самые частые. А шейники, это летняя, мне кажется, самая большая статистика шейников летом, потому что это ныряльщики. Вот частые самые... Ныряльщики? Все, практически, шейники, это вот практически все ныряльщики. У нас любители, знаешь, на даче головка дырнуть. Это вот сейчас, мне кажется, мое представление о нырянии изменится не всегда. Конечно, я когда смотрю на людей... То есть это люди, которые ныряют рыбкой. Да, потом вдруг там что-то, например, пошло не так. То ли там лодка сдвинулась, там, если она там... Или там плита лежала, или камень там был, или там, оказывается, вода немножко отошла, и там не такая глубина, как обычно. И все. А, то есть это люди, которые головой ударяют... Да, сразу сломанная шея. Очень много людей погибает, потому что их не могут откачать. Не все видят, что он, оказывается, не всплыл. Вот. То есть там сначала нужно утопающего спасти, как от утопающего. А потом выясняется, что это шейная травма, и это серьезная травма. Это очень много людей погибает. То есть это реанимация, это тяжелейшие реанимационные действия. Там очень долго они приходят в себя. Это трахеостома, как правило, потому что дышать они не могут. Мне казалось, что когда человек об камень в воде ударяется, у него скорее должен страдать череп. Но в первую очередь идет что? Нагрузка на шею. Сразу ломается шея. И когда я узнала, что большая часть шейников здесь, моих друзей, это нырки, так называемые, на нашем птичем. А на втором месте? На втором месте авария. Автомобильная авария, как у меня, с позвоночником, уже с грудным отделом. Маши автомобильные, мотоциклов очень много. Так, меня еще интересуют горные лыжи и сноуборд. Да. Это частые травмы? Это частые, это тоже шейники часто. Шейники? Почему? Не знаю. Ага, вот и все срянутся, мы все прячемся. И выселили семью в спальную комнату. Привет. Присаживайся. Тетя Ксюша, из-за которой всех заперли в кухне. Познакомьтесь, это тетя Ксения тоже. Сынок. Я считаю, что позвать-то я чего? Все семьей. А у меня так сын тоже любит прятаться. У тебя сколько лет? Никита. Никита, все спрятаться. Три года? Три? А, ну это самый для пряток возраст. Раз, два, три, четыре, пять. Я Никиту иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Он у меня тоже самое. Ображается за навесками. Ну вот это же любимое место для пряток. Иди скорее в немашки. Зайка, слушай, какой у тебя модный комбинезон. Идесят. Вообще. Привет. А вот Таис Алексеевна. Привет. Ты наша старшая. Это Ксения, познакомься. Мама Ирина Дмитриевна. Алексей. Ты все красивые. Алекса. Наша дочка. Ну вот, это что-то вообще что-то странное. А тебе Ксения понравилось, я поняла. У меня такой же дом, у меня ждет с такими лобками. Да-да-да. У меня сынок старше тебя на год всего. Платон его зовут. А нам четыре наши будет. А нам четыре? Так значит, и не надо займу. А мне будет скоро шесть. Ты уже такая большая, в школу пойдешь? Ну, в семь пойду. В семь пойдешь, ну, класс. Уже готова к школе, хочешь? Да. А вы сестра, я так понимаю, да? Нет, это мама. Вот она, моя сестра прячется. Наталья, познакомься с Ксения. У нас садится. То, что же у вас получается, вся семья в Москве теперь живет, да? Вы все переехали. Мама живет у вас. Где мультики? Не, да, можно говорить. Мама живет в Крыму. Где мультики? Ну, давно уже. Где мультики? Вы приезжаете просто с детьми, с внуками, да, побыть? Где мультики? Да. Они там у нее, на самом деле, много времени сейчас проводят. Климат прекрасный. Да. И мы там у них каждое лето. Каждое лето у бабушки, да? Любите там бывать? Да. Класс. Класс. А вы здесь живете в Москве? Да, я живу здесь, но скоро полечу в Нью-Йорк на... участвовать в потрясающе интересной программе. Всего лишь семь человек из мира отобрали. И буду рисовать картины для крупнейшей галереи. На художник у нас. Какой галерея? Мама Contemporary Art Center. Круто. Ксюш, насколько я знаю, вот даже не то, что знаю, я это просто узнаю, это та самая квартира, где телеканал НТВ, по-моему, да, сделал ремонт в рамках программы «Квартирный вопрос». Да. И тоже я почитала, связывая с этим пиаршу Миху, выяснилось, что почему-то у людей это вызвало много хейта. Хейт этот, как правило, был связан с тем, что, мол, вот нашли у кого делать, у гламурной, извини, беру цитату, у гламурной инвалидки помогли бы лучше людям, которые реально нуждаются. Вот ты, когда столкнулась, наверное, впервые с таким большим хейтом, после того, как твоя жизнь поменялась полностью, и ты постаралась собрать ее по кусочкам, что ты почувствовала, и как ты на это стала реагировать? Было очень больно. Я даже не скажу, что я уже совсем оправилась после того хейта. Мы никогда не делали здесь ремонт с момента, как сюда переехали. У нас была старая кухонка, недоступная абсолютно для меня, я страшно мучилась, но жила в этом как дано, знаешь, дано и дано, и живем себе. И раздался звонок, мне позвонил продюсер этой программы, говорит, Ксения, я вот знаю, я просто знаю, за вами давно слежу, я знаю, как вы много делаете для других людей. Ну давайте мы что-то сделаем для вас. Я знаю, что у вас на самом деле не все, вот там, картинка-то совсем другая. Я говорю, ну да, да, ну в общем, я согласилась как подарок, наверное. Думаю, ну правда, что-то же должно быть для меня, почему нет? Тем более, что проект обещал быть действительно каким-то таким интересным, доступным, да, и я понимала, что это изменит мою жизнь очень сильно. И когда я столкнулась с этим страшным хейтом, я поняла, что люди вообще не готовы делить вот радости, успехи других людей, они готовы признавать то, что кто-то этого достоин. Почему не я, а почему не он, почему именно ты, да, вот у нас такая вот... Почему, как ты думаешь? Сложно сказать. Наверное, это зависть, это от недалекости какой-то, ну на мой взгляд, это немощь духовная. А может быть просто люди не знают, кто я и не знают, чем занимаюсь, видят какую-то картинку где-то в мемах или еще как-то и прицепляются друг за дружкой. Да, действительно, какого черта там, она там себе позволяет, вот пусть сидит там, а вот люди, инвалиды плачут, а она там ходит, значит, такая вся красивая, нарядная, разве так можно? Твоя история, вот не знаю, если бы мы жили в Америке, это идеальная история борьбы, успеха и сила духа. То есть такая, знаешь, прямо картинная. Голливудская. Вот женщина, красавица, ее жизнь, то есть можно Netflix-сериал снимать просто, ее жизнь в один момент меняется, но тут идет музыка такая, муж остается с ней, они борются, она начинает сама помогать людям в беде, и вот она, королева красоты, успешная, прекрасная, и еще и в политику идет, об этом сейчас тоже поговорим. Все, это прям конкретно документалка про сильных женщин. Все бы восхищались, все бы аплодировали. Почему в России это вызывает ощущение, ага, вот она пиарится, она пиарится на своей беде, она еще и квартиру ей сделала, ах, сучка крашеная, нет, чтобы сидеть дома, и реально, вон, пиар на крови. Я думаю, что корень у всего этого лень, прежде всего, в основной массе наших людей, которые сидят возле телека, с бутылочкой пивасика, видимо, так они чувствуют какую-то свою в жизни сопричастность с этим миром, потому что больше ничего. Правда, ведь я смотрела в глаза тем людям, которые поливали меня, да, вот какой-то грязью, смотрела и думала, правда, ну почему ты так со мной? Ведь я же не, целью всей моей истории всегда было не только самой добиться, но и показать другим, присоединяйтесь, вы тоже так можете. Мне никто ничего вот так на золотом блюдечке с каемочкой не принес, это тяжелый труд, это каждый день преодоления, это вообще никому не снилось, что прохожу я за день, вот так вот, да, если со стороны кажется, что красивая картинка, так ты сядь, вот ты сядь и попробуй, проживи один день, мой день. Только еще в этот день добавь помощь другим людям, добавь вот эти бесконечные съемки сториз, которые на самом деле очень тяжело делать, вот мне лично, но я их делаю для того, чтобы делиться, потому что я знаю, что для кого-то там, по ту сторону экрана, это может быть последняя спасительная моя сториз. А, там, что там это безуглого, ну понятно, она же красивая, ну если бы я была красивая, я много раз это слышала, ну я бы тоже, конечно же, так бы смогла. А, ну если, у нее же муж, ну вы же что, не знаете, у нее же муж олигарх, вот это мы всегда смеемся, у меня Леша, когда купит мне, не знаю, там, бутылку воды, он говорит, держи, я же олигарх, могу себе позволить, вот, потому что проще, конечно, сказать, да, ну вот, она может, потому что у нее. А что я сделала, чтобы у меня был муж? Спросил кто-нибудь, да, вот, чтобы он со мной остался? Да, 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 это же. Остался после того, что мы пережили вместе. А что ты сделала, кстати? Знаешь, задаешься вопросом, почему он от тебя не ушел? А потому что, наверное, я, не наверное, а честно, если сказать, я для себя решила быть той женщиной, от которой никогда никто не захочет уйти. Вот так, если по-честному. Потому что я ловила себя в начале, в самом начале пути, когда я лежала, знаешь, ну и что-то позволяла себе такое сказать, типа, чего поздно пришел, там, знаешь, ну вот как-нибудь там. Ну, да, еще проманипулировать, ну, конечно, я теперь тебе не нужна. Даже теперь тут, ага, я даже, я помню эти случаи, мне так стыдно, потому что действительно ты как-то очень быстро прилипает позиция жертвы, и так легко на самом деле людьми управлять, но она ведь тебя так страшно тянет на дно на самом деле. Потому что с позиции жертвы ты не можешь быть победителем, либо то, либо то, а я победитель, мне надо, и я тогда, я помню, когда вот начала его как-то там где-то вот так вот подначивать, да, я смотрела, а он так смотрит, он же не говорит, но в глазах такое, типа, ну, что ты делаешь. И вот здесь я задумывалась, я помню даже, я задумывалась над тем, что, что будет дальше, если я продолжу это делать, если я продолжу быть вот этой сварливой, какой-то недовольной, вот этой вот вечной ноющей, еще и сидящей дома. Для меня вот просто, знаешь, меня как холодным ушатом облело, когда я увидела вот эти глаза его, что вот еще чуть-чуть, он просто развернется и уйдет, либо будет до конца жизни делать вид, что он как бы со мной, а мне так не пойдет. Леша, вот мы сейчас были в центре, в котором проходила реабилитация Ксюша, и я знала об этой статистике, что после вот таких вот драматических аварий, которые приводят к увечиям, как правило, люди расстаются, и вторая половинка, она не выдерживает этого испытания. Ну, одно дело об этом читать, а другое дело, вот там много женщин, которые просто рассказывали какие-то свои истории, и они все вот, знаешь, как под копирку. Первое, что происходило, человек даже, с которым они вместе попадали в аварию, ну, например, с ним ничего не случилось, их сразу бросал. Как ты думаешь, почему у вас по-другому все, слава Богу, произошло? Слушай, ну, мне сложно рассуждать за другие людей, за другие судьбы. Я думаю, что мы выбрали друг друга, и я тебе так хочу сказать, что вообще в первые, наверное, года полтора было такое полное, а не менее чувств, наверное, потому что в основном ты думал о том, что с этим всем делать, то есть как вообще, то есть как ей нужно было через какое-то время, там, через семь, там, или через полгода рожать. Потом ей даже нельзя было сидеть, то есть только лежать и так далее, то есть ты должен был успевать как-то работать, потому что там был совершенно молодой бизнес, который еще вот просто такой вот как желе такой, вот, и, ну, такой, я помню, что у меня полтора года пронеслись, мы еще никуда не ездили отдыхать, просто в какой-то вот такой суматохе, в какой-то вот, ну, потому что вот так надо. Потом был период у нас, уже сколько, много лет прошло, был период, когда мы, в принципе, жили отдельными жизнями, у меня там появился филиал, мне приходилось много времени проводить в другом городе, у нее какие-то там свои начались проекты, интересы, то есть, ну, не то, чтобы у нас что-то в отношениях было плохо, или как-то кто-то, как-то, значит, что-то такое делал, а просто, ну, я вот сейчас уже это понимаю, что были какие-то такие параллельные совершенно реальности. Были мысли такие, что, ну, вот, не знаю, что ты устал, что ты больше не можешь, но это же правда, слушай, это уход за человеком, знаешь, одно дело, жена, красавица в шелковом белье, понимаешь, красиво она начала жить, да, а другое дело, как я понимаю, был период, когда, ну, слушай, утку надо за ней выносить и мыть ее, и, как бы, знаешь, много таких физиологических вещей, которые, в принципе, лучше вообще не знать друг о друге. Ну, да, действительно, это было, но это было в самом начале, там, в первые, там, какие-то, там, полгода, наверное, еще что-то, то есть, ну, такие прям тяжелые истории, ну, ты как-то, оно стирается из памяти, но все равно, понимаешь, как тебе объяснить. Ну, вот я, самый простой пример, который я могу привести, ну, вот, с мамой бы случилось, что ты бы стал ее меньше любить, ну, вот, когда настоящая чистая любовь, когда ты выбираешь человека, и ты выбираешь его действительно навсегда, то есть, у нас там была какая-то ошеломительная история любви, потому что знакомство любви, то есть, ну, это же все атрибутика, а я говорю про то, что внутри, понимаешь. Ты в какой-то момент ловил себя на мысли, что ты не готов больше вот тянуть возложенное на тебя вот этот такой груз совершенно новой жизни, или никогда не подходил к этому краю? Слушай, ну, мы несколько раз подходили к грани развода, ну, ни разу это не касалось инвалидности вот Ксенина или вот этого положения. То есть, это были какие-то, ну, мировоззренческие противоречия, когда вот, ну, просто вот она говорит по-китайски, а я по-итальянски, и вот, и мы вообще не понимаем друг друга. То есть, ну, были периоды, когда реально мы говорим, ну, наверное, все, как бы тут дальше некуда. Но все-таки как-то научились каждый-каждый день выбирать друг друга заново, и благодаря этому вот мы там, где мы есть. Сколько лет получается вместе уже? Вместе? Ну, мы познакомились с 2003, то есть это 18 лет, а женатым 15 лет будет через 10 дней, через 20. Ты готовишься? Нет, еще. Мне кажется, что очень много вот этих слухов по поводу того, кто он и что он, потому что о нем тоже мало что известно. Ты всегда говоришь, что у него есть какой-то бизнес, но никто не понимает, какой. Во Владивостоке, когда мы были еще студентами, он занимался, как и все многие владивостокские мальчишки, продавал машины, покупал в Японии и продавал. Это, собственно, и стало нашим первым начальным капиталом, параллельно он работал диджеем, где мы, собственно, и познакомились. На дискотеке? Да, в ночном клубе, и это была любовь с первого взгляда, он стоял за пультом, и это было так красиво. Но тогда вот он зарабатывал диджейством ночью, днем ходили мы на пары, естественно, как все, потом еще успевал продавать где-нибудь как-то машину, и ночью опять на дискотеку играл. И так мы заработали себе на свадьбу, себе на уезд в Москву. То есть он всегда был кормильцем семьи? Всегда, вообще всегда. При том, что он младший, познакомились мы, нам было по 18 лет, и просто вот такая ответственность. Он сразу взял на себя ответственность за меня, и с этим как-то очень красиво всегда справлялся и сейчас. Потом приехали сюда. Приехали же сюда, наверное, потому что у него какое-то предложение было? Нет, мы поехали учиться в Пехановскую академию, поступили на переподготовку управленческих кадров. Помнишь, такая программа была президентская? Оба? Оба поступили на разные факультеты. Это же странное решение, ну как же, живут люди во Владивостоке, классный большой город. Нужно идти дальше. Заработали бабла, уже чувак на белом конец за тобой на свадьбу приезжает. Потом такие, поехали в Москву учиться? Нет, нет, мы продумывали заранее. Так же люди не поступают обычно? Мы заранее, мы думали, а что дальше? Вот что у нас там примерно через год, через два. Потом, когда запланировали свадьбу, ну поняли, что в принципе надо сразу ехать после свадьбы. То есть мы поступали, мы пробовали, нам пришло ответ, что да, приезжайте, учитесь. Мы откладывали на самом деле год, мы откладывали деньги на то, чтобы первое время в Москве вдруг мы приедем и нет работы, допустим. Как мы будем жить? Рассчитали все, поскольку нужно откладывать, чтобы здесь выжить. Но зато мы получали образование, нам это нужно было, это MBA, это крутые вообще спикеры, которые действительно вот тебе прям в столице вещают, у которых кейсы крутые, там менеджеры, топ-менеджеры крупных корпораций. Где это взять во Владивостоке невозможно было. Нам это было нужно, он учился на стратегическом менеджменте, у меня был маркетинг стратегический, да все очень интересно. Я со своим медиабизнесом и глянцем, естественно, мечтала о каких-то там, не знаю, там проектах супер больших, масштабных. Вот, и это помогло, собственно, поэтому меня, девочку из провинции, практически сразу взяли в большой медиахолдинг, где мы познакомились с Андреем Малахом. Кто тебя брал? Андрей или кто тебя принял? Тогда брали, нет, тогда брал директор коммерческого департамента, и Андрей тоже присутствовал, когда уже на втором собеседовании, конечно, там набирали команду с нуля на новый проект, и было здорово, потому что команда вся была вот такая новая, и мы все горели этим проектом страшно, любили очень, очень было весело в редакции. И когда со мной случилась авария, она произошла, то есть мы там год отработали, полтора года всего вот в таком составе, Андрей очень сильно помогал. Я могу сказать, что самый лучший врач, с которым я двинул, все вот эти почти 13 лет, мой остеопат, это человек, который в моей жизни благодаря Андрею. И я всегда, знаешь, это главное, за что ему благодарна, потому что это остеопат, который на тот момент не брала вообще никого вот из простых людей, скажем так. И он поехал, договорился, меня на носилках туда возили всю беременность, и то, что Таечка вот так вот выношена, на самом деле спокойная и без всего, это очень большая заслуга этого врача и, соответственно, Андрея. Скажи, давай поблагодарим, как ее зовут. Бутенко, Людмила Сергеевна, конечно, это просто, можно, да, говорить, что клининг костион врач, который просто, каждый мой ребенок через ее руки проходит, это благодаря ей я сейчас живу без боли, вот как. Потому что было страшно. Слушай, ну вот заканчивая тему с Лешей, сейчас что он делает, кем он работает, кто из вас больше зарабатывает? Есть ощущение, что ты теперь уже клонишься себе? Нет, нет. Слушай, ну это хорошо, если такое ощущение есть. Ну он вот что делает сейчас? У него строительный бизнес, и попал он туда вообще, знаешь, как, искали работу, куда нужно было, где можно было применить свои управленческие навыки, туда и искали, где там зарплату готовы были побольше дать. Он попал в строительную компанию. Это была первая работа после Плешки? Да, он пошел туда, параллельно даже, по-моему, еще в Плешке даже работали, он пошел. Какая-то была, даже не помню, где-то на Кутузовском находилась компания, достаточно такая крупная, он пришел туда руководителем направления и с неплохой зарплатой. У нас тогда уже заканчивались наши деньги, в общем, мы пошли. Ну с какой пример, чтобы понимать? Как мне сейчас вспомнить-то, я уже не помню. 150 тысяч рублей, 200. Нет, это что, боже мой, тогда 2006 год. Вот, это, ну, наверное, уже, наверное, седьмой, да, седьмой год. Может быть, тысяч пятьдесят он получал, мне кажется, вот так, сорок, пятьдесят, ну, шестьдесят. Ну, вот что-то такое, потому что я помню, что я вышла в StarHit, у меня тоже была где-то вот такая тысяча шестьдесят зарплата и еще какой-то там сумасшедший бонус выплачивали. Мы первый раз могли там как-то поехать путешествовать с этими своими зарплатами, для нас это оказался вообще какой-то космос. Пришла с его партнером, не с партнером, с другим директором, пришла какая-то идея, открыть свой бизнес. И они пошли с этой идеей к инвестору, вот к их, они не разделили их идею. И тогда ребята решили, а давай сами. И, собственно, уже тогда был какой-то начальник капитал, зарегистрировали компанию, как сейчас помню. Это вот было буквально перед аварией, все незадолго, и начали работать. Просто вдвоем, знаешь, такой был маленький офис. А в чем идея? Идея была в том, что они искали объекты строительные, на которых нужно было делать очень красивые фасады с какими-то непростыми решениями техническими. Ты знаешь, кто из вас больше зарабатывал? Ну, конечно, знаю, что он. Сколько ты получаешь в школе в медиа сейчас? А я не работаю уже там. Уже не работаешь? Нет, я перестала там работать, Ксюш, давно, мне кажется, в 2012 году. А как ты сейчас зарабатываешь свои деньги? Выступления, гонорары от выступлений, реклама, какие-то контракты амбассадорские. Это самые крупные такие суммы, если я амбассадор какой-то марки. Как говорит мой муж, хорошо, что ты там себе на сумочке себе-то зарабатываешь. Ну, в месяц это примерно, просто, чтобы понимать, получается там 500 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, миллион. Ну, то есть вот примерно сумма. Я тебе так скажу, вот я забросила практически писать Инстаграм, то есть я вообще слила практически вот в трубу вообще тот уровень постоянного приращивания аудитории, постоянного медийной вот этой шумихи. И просто ушла настолько, что, ну, и реклама упала очень сильно. То есть сейчас, а еще и наступила пандемия. И, ну, сейчас там, может быть, там, в лучшем случае в месяц, там, если прилипнет каких-нибудь там 200, там, 300 тысяч, это совсем в лучшем случае. Вот, а так в целом... А до этого было там под миллион. Ну, да, до этого было хорошо. Слушай, что, вот ты меня прямо сейчас начинаешь злить, я как, знаешь, как ты говоришь, что я злюсь, захожу в палату и говорю, родственников нафиг, сам вставай. Вот сейчас ты на меня разозлила. Что значит, из-за каких-то хейтеров ты решила забросить Инстаграм? Ты понимаешь, что мы же сейчас с тобой это выяснили, что это люди. Ну, вот ты представь, человек здоровый, с двумя ногами, сидит дома, ни хера не получается. И как бы он понимает, что где-то внутри себя, что он неудачник. Он что в этот момент думает? Он смотрит на тебя, и он думает, то есть она даже на коляске смогла? Ну, это потому, что у нее муж олигарх, или потому, что она, там, не знаю, еще там чья-то дочь, или потому, что это же не потому, что она такая. Надо найти причину, тогда ему слиться легко. А, ну тогда... Да, оправдал себя. Но это же не про тебя история. Люди хейтят других людей из-за себя. То есть случилась внутренняя боль такая, что, ну, как же так? Я же делаю так от души, я так вкладываю столько. Мы же, там, фонд этот свой организовали, чтобы людям помогать. А люди, получается, этого не ценят. Они прицепились к этому хвосту хейта. И, знаешь, вот я подумала, да зачем вообще вы мне вот упали все? У меня тут счастливая семья. И, ты знаешь, я перестала вообще камеры в дом пускать. То есть так стало хорошо. Думаю, вот вы лезете все там, а потом вот это начинается. Тут выдернули из контекста, тут, ну, ты понимаешь, о чем я. И, видимо, ну, вот мне стало тяжело быть этой напоказ девочкой. Вот какие самые обидные, не знаю, хейтерские слова или сюжеты вот были о тебе, чтобы ты прямо сказала, блин, ну, как же вам не стыдно, какие же вы суки? Ну, самое обидное, что я притворяюсь инвалидом ради пиара. Даже что, и такое тоже было? Да. Это что, кто-то вилкой пытался, знаешь, как в анекдоте, они ткнуть в ногу? Расследование устроили... Кто? Ну, вот хейтеры специальные, есть такие, оказывается, каналы хейтеров, которые... Я слышала, что вот есть некая такая Лена Миро, которая писала на эту тему расследование. Ну, вот расскажи, что это? Вот вы говорили какие-то фотографии, собрали целую подборку, что она здесь вот сидит в пузе-йоге, так не бывает, инвалиды так не могут сидеть, ведь посмотрите, какая у нее осанка, ведь наверняка притворяется. А ноги почему у нее такие красивые? У инвалидов обычно кривые ноги в разные стороны. Вы видели когда-нибудь таких инвалидов? Ну, и дальше вот эта вся история, что какого черта она красиво так оделась, а вообще представляете, что чувствуют другие инвалиды, глядя на нее. А она все это придумала, это точно пиар-компания какая-то, чтобы там что-то... И я читаю эти комменты, а их там миллионы просто были, миллионы комменты. А почему инвалиды, я не поняла логики, почему инвалиды должны плохо чувствовать, глядя на модно одетую девушку с особенностями, я не понимаю. Потому что они-то не могут так себе позволить, и они страдают еще больше, они видят свободную, красивую там женщину, она везет по улице коляску со своим ребенком, она там в красивой шубе. Ну, представляете, что думают они, бедняги, глядя на вот эту вот бессовестную, просто бессовестную женщину. То есть твоя бессовестность в том, что ты продолжила бороться за жизнь, зарабатывать и, в общем, стараться самореализовывать. И самое главное, я живу так, как я этого хочу, я себе так хочу, значит, мне так удобно, мне так хочется, я этого добиваюсь. Я же к этому иду, стремлюсь, зарабатываю, реально работаю над собой и не останавливаюсь на достигнутом, ставлю новые цели. Это моя жизнь. Но получается, что каждый сюда засунул нос и еще поимел неосторожность как бы тебе нагадить, как бы, ну, такой, на. А ты ответила что-нибудь этой лени? Нет, не стала. Были предложения, и Андрей, кстати, мне, он тогда очень поддержал, он говорит, хочешь, мы ее просто размажем сейчас, вот просто в секунду. Я говорю, Андрей, так она же этого и ждет, что мы сейчас позовем ее на Первый канал тогда еще, что мы тут устроим целое, как бы, вот, шоу вокруг этой истории. Нет, ни в коем случае. Ты права, я тоже считаю, что на глистов нельзя обратить внимание, а то начнет еще больше там чесаться. Да, да, да. Это правда. Первое, конечно, у меня такой шок был, когда я сюда легла, что можно вызвать с кнопочки к себе медсестру, что у тебя всегда к тебе прикреплена конкретная медсестра, то есть она по факту становится твоим другом. И ты не стесняешься, потому что очень много первое время таких моментов, ну, которых ты и стесняешься, естественно, касательно, там, в туалет, в туалет, в душ, который я вообще даже не понимала, как это делается. И мне все мучили здесь, пересаживаться. Слушай, ну, это же сложная, да, история, вот как, вот, я всегда себе представляла, вот, как это возможно, это же надо весь вес тела, например, если ты пересаживаешься, сходить в туалет или там, условно, на сидение какое-то. Это жучу. Вот это туда-сюда нужно себя. А случаются, вот, насколько часто вообще случаются какие-то падения или, вот, ну, ситуации, когда ты не сумела сесть? Сколько раз я падала, Ксюш, это даже не сосчитать. Первые разы, вот, знаешь, я вообще, когда села в активную коляску, видишь, у меня такая суперлегкая активная коляска. Что это значит? Что у нее сзади нет ограничителей таких, знаешь, такие колесики, с помощью которых люди не падают. И когда я села впервые в эту коляску, первое, что произошло, я просто облокотилась на спинку и перевернулась, как неваляшка, назад. Потому что ты же, ну, ты не чувствуешь еще вот этих всех вещей, как сейчас, да? Ты просто, ну, как неваляшка, падаешь назад на этих колесах. И каждый раз, когда мне нужно было, там, пересесть в туалет, я, знаешь, я так поставила себе цель на неделю, научиться сама, там, пересаживаться, чтобы меня перестали таскать. Ну, это унизительная достаточно вещь, и ты хочешь сделать это сам. И я такой перфекционист, мне нужно, там, я каждую неделю ставила себе сверхцель, сверхзадачу. И вот, значит, сесть, я, значит, падаю с унитаза, значит, падаю на пол, опять забираюсь. Падаешь специально? Нет, я просто сажусь, ну, между унитазом и коляской падаю. А мозг, он же такой хитрый вообще, он запоминает, ему невыгодно падать, он очень много сил, это стресс. Ему выгоднее запомнить правильную траекторию. Вот сейчас я знаю свою траекторию и знаю, как это сделать быстро и безопасно. Но это сложный процесс, ему надо учиться. Ему нужно учиться, и самое главное не сдаваться. Я когда смотрю на девушек, там, на мальчиков, я говорю, почему ты не делаешь это сам, быстрее. Вот прям сейчас, прям мне, потому что Руслан Саидович часто меня сюда приглашает к свеженьким. Ну, как-то видит, что человек колеблется, суицидальные наклонности какие-то появляются. Он мне, приезжай, я тебя молю, пожалуйста, найди полчасика в графике, приедь. И я захожу, так, чего лежим? Я говорю, так, а родители, что здесь делать, я понять не могу. Говорю, это что, у нас центр семейной помощи? Я говорю, ну-ка, родители, собирайтесь и домой. А вот ты, говорю, остаешься, и до сегодняшнего дня твоя цель – сесть в коляску и самой поехать на ужин. Поняла? Я не могу, у меня папа пересажет. Я говорю, ничего не знаю. Вот я говорю, давай. И ты представляешь, вот с такой одной, кстати, девочкой от Настей, я ее сейчас вспомнила почему-то из всех. Через проходит буквально полгода, я встречаюсь с ней на программе, на телевидении. Это значит, она заезжает такая красавица, у нее уже какие-то были клоками пострижены волосы, когда я к ней приезжала. А тут уже сидит девушка с укладкой, я говорю, Настя, это ты? Она говорит, Ксюша, это я. Я решила не тратить время на вот эти все вот эти штуки, реабилитацию. Зачем мне это надо? Я молодая один раз. Ты представляешь, и вот она вот только что защитила диплом. В общем, она умница, красный диплом защитила. И причем, по-моему, какой-то мгимо, то есть она просто умница, и она идет как паровоз. По поводу разницы, действительно, отношения к особенностям в нашей стране и, условно, в западном мире. Здесь, действительно, ты можешь либо только жалеть людей с особенностями, и как-то такой образ, что это несчастный человек, который должен сидеть дома. Не дай бог он будет в какой-то активной позиции и вообще говорит, что я не нуждаюсь в вашей жалости. В западной культуре это, конечно, вообще не так. Как ты думаешь, почему это? С чем связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что они гораздо раньше нас ратифицировали Конвенцию ООН о правах человека. Гораздо. Раньше это был 73-й, если не ошибаюсь, год, а мы в 2008-м. То есть тут ментально и политически, социально, в принципе, мы в большом отрыве от них. Но я тебе хочу сказать, что с огромным количеством девочек общаюсь в колясках, которые живут в Европе или там в Штатах, благодаря конкурсу красоты. Мы все поддерживаем отношения. И я хочу сказать, что да, у них все выстроено четко. То есть они получают какую-то там определенную помощь. Они, в принципе, любой человек с особенностями достаточно быстро выходит там на улицу, ему сразу там помогают. Социальный работник есть, колясочку там еще как-то. Но вот так вот, как здесь у них нет возможности так самореализовываться. Вот понимаешь, даже я говорю, почему вы сидите и довольствуетесь тем, что есть? Они говорят, ну а что, у нас же все есть, что нам не сидеть? Ну вот и сидим. Вот они сидят там, знаете, тик-ток снимают там, и еще что-то максимум там, инстаграм ведут. Я говорю, почему вот социальные проекты вы не ведете? Это же интересно, классно, ездить по стране, там, вдохновлять других людей, как Ник Вуйчич. Они говорят, нет, у нас для этого есть специальные социальные службы, они этим занимаются, а мы этим не должны заниматься. Ну вот, знаешь, у них все-таки вот эта ментальность. А у нас, ты в каждый город, вот я езжу по стране очень много, ты куда не приедешь, там обязательно есть какой-то активист с ограниченными возможностями здоровья, который тянет всех за собой, они там дружно встречаются, и что-то происходит. Ну я вот во всем стараюсь позитивно видеть. Но если смотреть просто на среднестатистического человека, жителя нашей страны, то обычно я, как марсианин, который свалился на землю, люди готовы реально там тыкать пальцем, достать камеру, могут снять там. То есть такое реально было в твоей жизни? Да, это постоянно происходит. У меня был случай, мы вышли вот здесь во дворе на площадку, и мамаши, они просто вот подскочили, облепили, а мои дети, я обоих посадила на соседней качели, и они здесь качаются. И они облепили, они говорят, вы что делаете, они сейчас у вас упадут, ой, ой, это же как это дети, женщины, пожалуйста. Ну мои дети, они как бы, ну они же со мной растут, они приучены, что у них особенная мама, никто не побежит их поднимать в случае чего, они там более самостоятельные, они такие очень, значит, юркие, они все время такие цепкие, я смотрю такие, ну в общем, учатся выживать с рождения. Я говорю, не надо здесь кричать, охать, ахать, напугаете сейчас детей. В общем, в итоге у меня упал Никита с качели, потому что там посмотрела на какую-то ухающую женщину, перевернулся, упала, она побежала, я же вам говорила, вот вы там, ну типа, не даете нам, я говорю, слушайте, вы гражданскую позицию можете, конечно, я вам благодарна за нее, это правда приятно, что вы неравнодушие проявили, но можно подойти и спросить, это очень будет, ну как-то более деликатно, любому человеку с инвалидностью будет приятно, если вы спросите у него сначала, прежде чем везти его коляску куда-то, знаешь, как часто меня хватает, куда-то везут, можно просто спросить. Ну вот еще, знаешь, есть такая культура, какие слова правильно употреблять в отношении людей с особенностями, какие неправильно, вот там инвалид, как бы плохое слово, его не нужно употреблять, а мы вот там все детство жили с этим словом, и я даже себя иногда ловлю, что ну как бы у меня вырывается, не потому что я хочу кого-то обидеть, а потому что ну, даже в карточке писалось там, первая степень инвалидности, вторая, да, это вот какой-то было как карлик, да, вот нельзя так говорить, можно говорить маленький человек, но это ты должен как бы... Как-то нужно говорить. Вот как ты к этому относишься и обижают ли тебя, вот, например, если люди, ну, не по-злому, а вот говорят там инвалид, потому что не знают, что правильно называть людей с особенностями, вообще расскажи о своем отношении. Я в чем-то инвалид, ну, как бы, и это слово абсолютно не обидно, если мы говорим его на английском, за границей, да, то есть есть вейлет, есть инвалид. Почему же это обижает других людей, сложно сказать. Мне много, мне много вопросов, почему они живут с позиции жертвы, почему они в вечной иждивенческой позиции, ну, то есть они вот готовы просить и обвинять бесконечно государство, тебя, Ксюш, за то, что ты мало помогаешь или плохо снимаешь, не знаю, меня тоже, всех подряд, но они будут все время иждивенцами, хотя могут поменять свою жизнь, я точно знаю, ведь если бы я, ну, действительно не прошла этот квест свой, да, и продолжая проходить, я бы так не смела говорить, правда, а я имею на это право, и мне тогда непонятно, почему тебя задевает, как тебя назвали. Да, ну, я, конечно, поправляю там своих, там, в обществе, говорю, там, человек с инвалидностью, скажите, парень с инвалидностью, ну, это вообще ничего не стоит, даже не надо задумываться. Ну, гораздо проще, там, человек с ОВЗ еще можно, да, ограниченные возможности здоровья. Если ты говоришь ограниченные возможности, то обязательно не забудь сказать здоровье, потому что ты знаешь такую Ксению Безуглову, которая возможности безграничны, и таких еще море моих друзей и соратников. Вот, поэтому, ну, вот я не люблю вот в этом копаться. Какой вас зовут? Карина. Я Ксения. Это Ксюша, знаете, Ксения? Да. Карина, а вы давно сюда ходите? Третий год приезжаю. Третий год? Три года травм, я каждый год стараюсь приезжать. У вас авария была? Да. Ожог, я смотрю, да, тоже. Открыто перелом? Тормозной путь, путь об асфальте. Я разбилась за границей, была без экипировки. На байке? Да, на мопеде. Ну, поюще всего подралась. А вы байкерша? Нет, это же, мы полетели за границу на Бали, а там основной вид передвижения – это на мопедах. Я не справилась с управлением. А с ногами, ноги все функционируют? Не до конца. То есть, он очень был поврежден? Поврежден, да, сильно поврежден. Я прилетела из-за границы в Россию, сидя. Говорили с врачами о том, что вот самый сложный момент – это момент принятия, что вот уже произошло, и что-то изменилось сильно. Может быть, какие-то вещи изменились навсегда. Вот у вас произошел уже этот момент? Спустя полтора года я, наверное, наконец-то осознала. Я потому что летала до этого стюардесса в авиакомпании. И с такими травами я не смогла бы никогда вернуться обратно. Не долго, долго приходила в себя. Наверное, потому что немножко до сих пор, как только вспоминаю свою работу, что это грустно, потому что мне пришлось полностью переквалифицироваться. А вы хотели продолжать быть стюардессой? Да. А чем сейчас? Сейчас я преподаю английский по скайпу. Частным образом. А вы ходите с палочкой? Да, да. Сзади вот моя трость. Я теперь уже… Я все прошла. Я и на коляске была, и с подняками. Вы одна были тогда, но вот так? Нет, я была с бывшим молодым человеком. Вы расстались после этого? А с ним что-то произошло? Он не знал, мы на двух разных мопедах ездили. Вы считаете, вы расстались в том числе из-за того, что произошло? Мы только из-за этого и расстались. Я подумала, что вас бросила эту ситуацию полностью? После выписки из больницы. Сколько вы встречались? Мы жили вместе полгода. В 90% случаев такси же. Вот именно так. И даже когда уже семья есть, и даже когда есть дети, почему-то люди не умеют разделять вот такие тяжелые ситуации, такие моменты. Ну, сейчас все хорошо. Сейчас все хорошо. Личная жизнь. Стаканилась. Да. Встретила хорошего молодого человека, который принял меня такой. И вы с ним. Да, мы с ним вместе. Сейчас после выхода отсюда я переезжаю к нему. Ну, все, видите, у меня прям мурашки. Какие-то вот хорошие истории. Вы сегодня виделись? Ксения меня зовут. Виктория. Я тоже Ксения. Мы ходим теперь по-другому вместе. Очень приятно. Мы решили с вами познакомиться, потому что вот врач Ксюша сказал, что вы. Руслан Саидович говорит, что у вас недавно случилась травма. Что случилось? Да, у меня травма произошла 7 января. Я решила покататься на ватрушке. Как бы это... На ватрушке? Да, печально не звучало. Лата трек. Это вот на Рублевском шоссе. Ну, я была беременна. Видимо, меня играли гормоны. И пусть там месте самые начальные были, но не суть. В общем, мы с молодым человеком пошли покататься на ватрушке. И там одна горка, вторая. И получилось так, что мы попали в яму. Его вообще выбило, он вылетел. А получилось так, что меня он оттолкнул, и я в бетонную стену врезалась. Я вообще этот день не помню, просто по рассказам. Там и оперуполномоченное лицо приезжало, и свидетели какие-то были. В общем... Но он оттолкнул вас случайно? Я не знаю. Я не могу даже... А он что говорит? Ваш молодой человек? Ну, он уже не мой молодой человек. Он решил не бороться с этими трудностями со мной, и он оставил меня. Ну, как вот без объяснения, просто вот что было. Да. Тебя отвезли в больницу, а ему ничего. Ну, он на первые месяцы, там, не знаю, первые 2-3 месяца старался ухаживать за мной. Там вот особенно, когда я первые 2 месяца не могла вставать, он там, ну, то есть он переворачивал, там, какую-то гимнастику делал, там, ножки разминал. А потом уже, когда я второй раз уехала в реперационный центр, он пропал, а друзьям сказал, что мы разошлись. А тебе даже ничего не сказали? Со мной не разговаривал. Вообще? Нет силы у него, конечно, нет. А он был отцом ребенка? Да. Что случилось с беременностью? Был, да, маленький срок, но и в больнице, когда я оказалась, был консилиум среди врачей. И гинекологи категорически вообще не хотели даже оперировать ничего, потому что у меня черепно-мозговая травма была и спинальная. И гинекологи, наоборот, мол, вот как операция повлияет на ребенка, там, ну, в общем, медицинский разговор был. И... Тебе дали подписать вот это? Получилось так, что я... все-таки меня уговорили на облачение, потому что они сказали, что я не выдержу, и не потому, что у меня очень сильная травма была. И после операции первой на череп я еле-еле в себя пришла, то есть меня специально в комы водили, и большая потеря крови была. И, то есть, там буквально операция на спину через неделю. Через неделю? А какая... какой позвонок? Грудной отдел, да, седьмой позвонок. У меня сейчас титановая конструкция стоит, которая вот там все скрепляет. Да. И держит меня. Ну, смотри, одну волну хейта ты прошла, слава богу, но ты же понимаешь, что сейчас ты можешь навлечь на себя следующую волну хейта в связи с тем, что ты решила идти в политику. Вот можешь, без клишированных слов, про помощь народу, и вот это все, просто рассказать, зачем тебе это понадобилось. Действительно, такой долгий путь я прошла с этой помощью людям, когда просто поняла, что вот те проекты социальные, которые я делал, даже на федеральном уровне, они классные. Но я гораздо больше пригожусь, если буду, ну вот если попробую там, на законодательном уровне. То есть есть моменты, можно сколько угодно бороться со средневековьем. Ты не думаешь, что как бы власть виновата в том, что это средневековье? Конечно. Конечно, поэтому мне хочется прийти туда. Я пока что еще искренне верю, что я могу что-то сделать. Ну, а если не пробовать совсем, то так и будет. И даже не то, что средневековье, я не знаю, что с нами будет, потому что это страшно. Я вижу такие вещи, да, то, что сейчас с предпринимательством происходит, ну, про которые вообще не знаешь даже, как это объяснить. Те же самые инвалиды, которым вроде бы подкинули, знаешь, да, там, вот вам, пожалуйста. Ну, а по сути-то что? Вот у меня пенсия, да, я пенсия всегда радуюсь. Любовь, копеечки, которая падает, я говорю, о, пенсия пришла. Мне всегда говорят, о, пенсионерка ты наша. 16 тысяч рублей. Я, ну, в Москве, у меня трое детей. И мне еще говорят, ты выбери все-таки, ты либо многодетная мама и получай пособие по многодетности, либо ты инвалид, ну, понимаешь, да, то есть, ты думаешь, блин, мы не то, что средневековье, мы просто какой-то там, ну, древняя Русь. Ну, давай честно, так цинично скажем. Ты прямо идеальная такая вот, символ победы, символ силы воли для любого человека. Там никто никогда не посмеет как-то шеймить или ругаться с человеком с особенностями. Там никакой Жириновский тебе кричать, оскорбления в его стиле не будет, потому что даже для него это будет too much. То есть, Единая Россия такой для тебя прямо логичный путь. А тут вдруг титов. Слушай, ну, это такие резервисты, вот если про Единую Россию, я с ними соприкасалась. Многие туда идут, вот в провластную эту партию, это я поняла уже потом, чтобы когда-нибудь тебя в коридорчике заметили, а вдруг на какой-нибудь съезде тебя заметит тот самый человек, и ты ему скажешь о всех своих добрых намерениях. Но тебя не подпустят. Там огромное количество людей, которые, правда, тебя не подпустят. И позовут тебя, скорее всего, для того, чтобы сделать с тобой красивую картинку. И, к сожалению, я видела огромное количество таких кейсов. И мне бы не хотелось быть на вот этом месте, быть использованной для картинки, типа, а, мы открываем новую больницу, приезжайте, мы с вами тут сейчас поторгуем одним местом, и до свидания. А сейчас ты не чувствуешь, что тебя используют? Нет, это был мой выбор, это был мой шаг, я искала. Я, ну, то есть, это было осознанно. Это, знаешь, когда ты... То есть ты чувствуешь, что ты влияешь на принятие решений, ты чувствуешь, что ты внутри... Да, если ты говоришь про партию... Да, да. Знаешь, вот это, наверное, почему я туда и пошла, была одна из... Одна вообще такая партия, в которой я увидела, что, в принципе, вообще принцип работы не бренд партийный, а в первую очередь создание каких-то коалиций, союзов. Вот, знаешь, когда слушают каждого, и вот даже просто, ну, сам момент, что там, ну, Титов там отошел на второй план и дал мне дорогу, понимаешь? Это же о чем говорит мне, девочкам, что, в принципе, здесь, ну, поверил, делайте. Потому что мы давно что-то все делаем, каждая в своей, там, истории. И для меня это было вообще... Знаешь, я сначала думаю, как так? Ну, знаешь, проверю. Вот. Мы с Сережей, с Шнуровым встречались. И я его, ну, как бы, прям, ну, типа, расскажи. Он мне рассказал. Но, ты знаешь... Чего рассказал? Рассказал, он говорит, слушай, если ты чувствуешь, вот, вот, твой... Ну, я ходила с запросом. У меня вот есть вот это мое внутреннее ощущение, что я могу дать. Но я не могу пойти, куда попал. Я не хочу быть просто вот этим вот, да, разменной валютой. Я хочу действительно работать с кем-то, с кем... Не просто бла-бла-бла, а вот дело какое-то хоть получится. И вот пришла вот таким образом, и Сергей мне говорит, вот, если ты чувствуешь, что ты можешь пригодиться, то, ну, только здесь. И, ну, типа, да, там сейчас, вот там вот эта вторая волна хейта была у партии, как раз со Шнуровым связанная. Меня это честно напрягло. То есть я так думаю, блин, это что вообще? Потом, когда разобралась, а почему так с ним произошла эта волна хейта? Почему? Ну, я думаю, что это отчасти было влияние недовольных судебными делами, ну, такими обвинительными приговорами, возвращенцами и репрессированными нашими бизнесменами, которые возвращались из Лондона. Отчасти это не нравилось определенным людям. Я это видела даже на своих глазах несколько раз уже там, будучи где-то там... Не нравилось именно участие Шнурова? Нет, ну, нужно же хейтить, а это как раз хорошая возможность. Нет, как ты думаешь, почему Шнурова стали хейтить за то, ты сказала, я потом разобралась, почему вы стали хейтить за вступление в партии? Этот хейт, как раз, я думаю, относится к тем, кому это, ну, в принципе, не нравилось вообще такое активное действие партии в отношении репрессированных и так далее. То есть я думаю, что это просто был, ну, повод. И мне кажется, Сережа стал таким, как бы, вот, как раз таки ярким, ну, как раз на тот момент. О, а давайте через вот это пойдем. Ну, я только так, кажется. Нет, я не согласна. Я считаю, что его начали хейтить даже не партию, а именно Сережу Шнурову стали хейтить, потому что он был символом человека, который никогда вообще не участвует в политике. И то, что он вдруг, то есть он это всегда демонстрировал, выборы-выборы, кандидаты-пидоры, мы, ну, как бы, это была его позиция, да, такая, что все выборы, это хрень, явитесь все конем без меня. Да. А тут, как бы, вдруг он в очках, в костюмчике, такой с тетом. Я думаю, что его стали хейтить за этого. Может быть. Не думаю, что это вообще связано с бизнесменами. Я это смотрю, ну, как-то больше, наверное, как хейт в отношении партийного бренда, потому что, ну, в целом, что там Шнурова, ну, ему, знаешь, ему насрать. Так, как бы, я решил, я пошел. В депутаты он не рвется, ему это не надо. А почему, кстати, понимаешь, какая тройка была бы красивая? Ты, Сергей, Шнуров. А он, ему это не надо, ему, он, кстати, очень нам креативно помогает. Вообще, в целом, когда... Придумывать по компании? Ну, что-то, да, мы к нему ездим. А что, например, вот что самое классное он придумывал? Ну, выборы, как большая фабрика чудес. Если вот ты видела, вот этот ролик не конфеты, он просто, ну, вот прям, мы вот сидели вместе у него в кабинете, все это, он говорит, это круто вообще. Ну, то есть, там какие-то идеи про то, что мы должны быть вообще, он говорит, вообще вы не должны быть не похожи на этих политиков. Вообще, просто эту всю политику мне хочется переодеть. Ну, то есть, это вот его такие слова. Потом эта история, когда Миронова парик, вот снимая, знаешь, там, ну, типа, можно же по-другому, сколько можно вот это вот, вот все, и формат какой-то такой напущенности, скрепы бесконечные, одни и те же тезисы из года в год, да, я вас сейчас всех научил, пойдемте. А ничего не происходит. Ну, это уже даже не смешно, ну, даже, уже ржать, даже сил нет на это, потому что, вот, Вер Шнуров именно про это, он говорит, блин, еще я там забыл, мне это не надо, я вот бизнесмен, я зарабатываю, у меня новый проект, семья, и все классно, зачем мне вот это вот вся, вот, давайте вы, девчонки, вы красивые, вы светлые, вот надо этим светом херачить так, чтобы их там всех разнесло, ну, типа, условно так. Давайте, светитесь, и у вас все получится. И он вот как-то нас поддержит в этом, вправляетесь. Как, кто, вот, расскажи мне, первый, второй, третий номер, это же все равно кто-то первый в списке, кто-то второй, кто-то есть. Вот как это у вас распределяет? Мы вытащили себе эти номерки. Серьезно? Так, расскажи. Во-первых, расскажи про каждую девушку, мы сейчас же поедем знакомиться. Да, у нас первый номер Ирина Миронова, это известный, легендарный клипмейкер. Ира снимает клипы очень много лет, больше 20 лет, и она сняла больше тысячи клипов. Человек, который, знаешь, у нас между собой есть такое, сейчас немножко раскрою тайну, мы ее назовем Ирой из другого мира. То есть Ира, она немножко про будущее, про то, что, ну, вообще, про то, что в целом и выборы, и система наша законодательная, и вся эта политика, она настолько уже трухлявая, старая и никакая, что, ну, типа, ну, как вообще, давайте по-другому. Вот она вот про это. И так как она очень владеет digital и камерами, и все, она это видит как-то по-своему, как режиссер, и очень интересно с ней. И это все-таки она из бизнеса, то есть это человек, который каким-то вроде, казалось бы, эфемерным бизнесом управляет уже больше 20 лет. И успешно, ведь у нее до сих пор самые известные звезды снимают клипы. Елена Ульянова, номер два, потрясающий человек, с которым я познакомилась здесь в Москве на форуме добровольцев. И она сама ко мне подошла с горящими глазами. Сама построила более семи телеканалов под ключ вообще когда-то, региональных от нуля, вот просто до больших проектов. Работала с телевидением всю жизнь, потом приехала сюда в Москву, возглавила фонд Рыбакова, и благотворительностью занимается много лет. И, собственно, когда телевидением занималась, всегда у нее были такие социальные проекты, связанные с какими-то такими нестандартными историями, которые, в принципе, наше телевидение не поддерживало. Как раз-таки Лена помогла мне разобраться с программой, идти-не идти, стоит-не стоит. У тебя были сомнения, да? Я просто изучала, куда вообще. Ну, честно тебе скажу, мне новые люди тянули. Они пытались, чтобы это снимать. Ну, предлагали, да, предлагали. И мне, конечно, здесь я содержание не увидела. То есть вроде такая новая картинка, ой, типа мы такие сейчас новизной всех удивим, а содержание там я почему-то вот не нашла. А здесь мне вот именно содержание. Мне понравилось, что здесь нет какой-то конкуренции. Вот есть какие-то, значит, иконы, к ним никогда не доберешься, а вы там вот работаете на благо... Такого нет, все наравне, все вместе за одним столом обсуждают, все могут прийти всегда, там, к Борису Юрьевичу, там, кому угодно, ко мне. То есть у тебя еще две партии дралось, как за настоящую красавицу. А кто первый предложил, интересно? Первые ядросы. Единоросы. И ты им отказала? Конечно. Почему? Я же говорила, почему. Была бы ты конъюнктурным человеком, это же, понимаешь, такое сразу, опа, я с властью, там что-то. Да, и так казалось мне. Я тоже думала об этом и ездила на какие-то их мероприятия, смотрела, наблюдала. Поняла, что ловить нечего. Никогда. Титов тебе позвонил сам. Пришел с бутылкой шампанское. Позвали на встречу. Шнуров был, Борис Юрьевич был. А, то есть они тебя вдвоем уговаривали. Использовал Борис Юрьевич как хитрый опытный политик сразу Шнурова. Да нет, мы до этого уже с Сергеем обсуждали. И у меня были вопросы. У них тоже. Мы встретились, поболтали, там что-то попили чаю. Я рассказала о себе. Я говорю, вы знаете, вот у меня вот муж предприниматель. И что я вижу в последнее время, что он только борется. Борется с силовиками. Он борется с чем-то вот неизвестным. Ты даже, я смотрю на него, а он как будто, знаешь, вот постоянно кажется, что он не знает, откуда еще прилетит. И так как все-таки благотворительный фонд, который у меня есть, он существует на семейные деньги, мне очень страшно, потому что я не знаю, я уже урезалась, я там сильно меньше людям стала помогать. А для меня это важно. А что будет дальше? А как будут дети наши жить? То есть мне очень откликнулось, что они про бизнес, не про тех, типа бизнес, там 10-20 компаний, госкорпораций, а вот бизнес, который там, рабочие места дает, вот там, в селах, в деревнях, в маленьких городах, который создает, собственно, вот эту конъюнктуру, да, экономическую, которая хоть как-то сейчас еще есть там. Вот для меня вот это было каким-то таким решающим. Был такой период, когда, знаешь, ну вот человек, когда еще переживает вот это непринятие и отчаяние, очень часто люди ко всяким знахаркам, бабкам поветухам, ну вот, знаешь, есть же масса людей, которые начинают на этом, типа, говорить, да вот, надо просто вот сходить, она тебя заговорит, ты пойдешь. Вот у тебя был период с такими людьми? Да, это целая эпоха в нашей жизни с Лешей. Все, каждый знакомый, каждый знакомый родитель считал обязательным дать контакт какого-нибудь целителя и обязательно нас туда отправить. Естественно, мы, как все свеженькие, делали то, что все сейчас и делают. Готовы были продать последние сапоги, чтобы опять к очередному целителю попасть. Это было реально так. Ксюш, мне ставили пиявок по 20 штук. Я теряла сознание от того, что у меня крови уже просто не оставалось. Она мне говорила, мы мало пиявок ставим, тебе нужно откачать всю ту плохую кровь, с которой ты жила всю эту жизнь. Это та кровь тебе не дает восстановиться. Это значит, там демоны у тебя жили, вот там по крови передались в твоем роду проклятие. Давай, сейчас пиявками отстасем. Короче, ты встанешь на ноги, прикинь, вот ты же веришь, а что остается? Мы как дураки. Потом вот здесь в институте, блин, крови, этой кровью накачивали заново, чтобы я не умерла, блин. Иголки ставили, какие-то гигантские просто, прям в самой спиной мозга она мне втыкала эти иголки. Полотенце зажимала я зубами. Значит, прижигание какие-то, пчел мне тоже втыкали постоянно. Пчел, знаешь, ты не знаешь, это апиет. По-моему, как-то апитерапия. Берешь вот так. Берет, приходит пчел с пчелами в таком, каком-то улике или каком-то же баночке. Достает оттуда пчелу, ее берет жальцем и по точкам ее втыкает. Они же больно очень жалят. Вот, это терапия называется. Я такое даже никогда не слышала. Тебе специально делают так, чтобы тебя жалила пчела. Тебе втыкают ее жальцем именно в определенные точки, чтобы возбудить жизнь в этих нервных окончаниях. У них же какой-то там яд суперцелительный, не знаю. А ты чувствовала? Ну, где-то чувствовала, где-то нет. Слава Богу, что не везде. Это все вздувалось вот такими волдырями. там же такие. Конечно, это все превращалось в волдыри. Я вообще думаю, господи, где были наши мозги? Из-за того, мы сюда поперлись. Я когда недавно Леша говорю, Леша, ты помнишь вообще, куда мы ездили? Господи, там только черных воронов на нами не хватало. Ты понимаешь, насколько в человеке эта вот тяга к тому, что вот сейчас, как в сказочной истории врачи все идиоты, а вот мне сейчас бабка... Сейчас тут шепчет. А еще однажды, значит, поехали мы к одному мужику. Мне одногруппник из Плешки говорит, Ксюша, я нашел такого целителя, это вообще, он там старовер, короче, сейчас ты приедешь, он тебе знает, скажет, что делает. Ты представляешь, у него такая изба, такими, как раньше порогами. Меня туда запирают, в эту как-то избу, там непонятно кое-как. Он назначил нам 5 утра, понимаешь, да, мы там ночью выехали, чтобы к нему приехать к черту на куличке куда-то далеко. Короче, мы приехали, он на меня такой смотрит, ты что села? И начинает просто матом трехэтажным на меня орать. Ты думаешь, уселась, все проблемы решила? Короче, какую-то просто хинею. Проси прощения, проси прощения. Вы что думаете? Читаете, отче наш, и думаете, вы такие все. Короче, это на меня просто... Я сижу, Ксюша, я даже вздохнуть не могла, я так рыдала, я даже не могла дышать, а в какой-то момент, я говорю, я сейчас вздохнусь, я ему показываю, что я сейчас вздохнусь, потому что я в жизни такой, ну вот, я просто, ты послушай, свежий колясочник, на тебя просто высыпается какая-то хрень, он мне говорит, я сижу, потом еще вытираю эти сопли, там, как-то пытаюсь в себя прийти, там, не знаю, теряя уже практически сознание того, что на меня сейчас такое обрушилось, у него такая энергия, он огромный такой мужик двухметровый, с бородой, знаешь, он прям прочитал мне какую-то такую лекцию, что вы все живете, как вы живете, вы алкоголь пьете, да, вы убиваете же своих же будущих детей, и, короче, вот это все на меня, а дальше он мне сказал, теперь так, офигенно лечить, да, 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 мы полечились, а теперь, значит, основная твоя теперь задача, вообще никогда не пить алкоголь, и каждое утро обливаться холодной водой, ледяной водой, с под крана, садишься в ванну, прям с головой, поняла, это зима была еще, я естественно, алкоголь просто в моей жизни, я вообще на дух, я просто забыла, я просто, знаешь, такой раз, и у меня нет вообще, да какое винишко там, что за день рождения, да вы что, как, просто, знаешь, вот просто вот сняло, обливалась, Ксюша, обливалась несколько месяцев, и нужно было определенные слова еще вслух, громко говорить, какие, я не помню, ну что-то такое, блин, вот почему-то стерлось из моей головы, и моей сестре он сказал делать то же самое, короче, у сестры закончилась это все практически реанимация, у нее там такой страшный герпес вылез, что это вообще, она там дообливалась, мы с ней вместе поехали, и значит, из нее этих отхватили вместе, понимаешь, ну по очереди, понимаешь, на меня, потом она выходит оттуда все в соплях, с этим носом распухших, я говорю, да что с тобой, то же самое, она говорит, ну что еще с тобой, так, короче, ой, и знаешь, на каком-то дне рождения, какой-то праздник был, или что-то, у нас принято отмечать день аварии, днем рождения, они меня там научили, это был мой день рождения, соответственно, 4 года, моему днюю рождения, и они такие, ну давай, ну немножечко игристого, ну немножко, я говорю, давайте разбавим водичкой, мы разбавили это игристой водичкой, я от этого полбокала, знаешь, там чуть не упала просто, с коляски, ну вот так и началась моя нормальная жизнь, человеческая, опять, я, конечно, не пропагандирую, ну естественно, ну ты же должен когда-то, иногда хотя бы дать себе расслабиться, если ты живешь, тем более вот так, ну короче, я поняла, что это был очередной колдом, ты не обливаешься все-таки, не обливаюсь, и да, и все, в общем, знаешь, а мы еще туда, Ксюш, последние деньги относили, последние, вот Леша там чуть-чуть нашкребет, где-то там заработает, уже как угодно, там эта процедура, типа там стоила, там 10 тысяч рублей, там знаешь, там 10 тысяч рублей, и каждый день ты эти 10 тысяч должен отвалить, понимаешь, у тебя маленький ребенок, у тебя еще там-сям, и в общем, мы как этим, реально верили, жили. Ну вот, Ксюш, наш штаб, двери, видишь, такая доступная среда, привет, здрасте, мои вот, попасть, вот они, мои крошечки, привет, вот это да, да, смотрите, кого я выбрала, синие, очень приятно, идем, здрасте, в самом центре Москвы, у нас тут еще, правда, ремонт, и сейчас только выясняли, а что же будет после штаба, так еще пока все, на самом деле, глядя на потолок, это как бы впечатляет, что все, во-первых, это сейчас уже модно, лофт стайл, но я так понимаю, только недавно штаб же открыли, да, вот в июле, слушайте, я все поверить не могу, мне Ксюша сказала, что вы реально тянули жребий, кто каким номером в списке, я не могу поверить, это называется были эксперименты на людях, так, расскажите, а как, то есть, вот реально все между собой так договорились, как вы с Юлей, Юрьевич у нас спросил несколько раз, девочки, как вы хотите, как вы хотите, мы сказали, мы никто не, нет у нас 1-2-3, мы втроем идем, мы как бы подсклавляем втроем вот эту вот всю историю, ну, на самом деле, в этот день я была не очень на каком бурном настроении, поэтому девочки тянули, а мне осталось то, что нас дало, у меня был свой вариант, у меня был свой вариант, я сейчас расскажу, Борис Юрьевич, прямо на съезде уже еще колебался, или, наверное, он это делал для того, чтобы у нас всех развлечь, он, глядя мне в глаза, спросил, вот почему-то именно у меня, у меня был просто свой вариант, он говорит, ну что, Ира, тянем жеребий, вы готовы? я говорю, ну я готова, но имейте в виду, что если вдруг кого-то не устроит вариант этой жеребьевки, я всегда могу возглавить список, вытянула листок с номером 1, а теперь Борис Юрьевич сказал, вот это сила намерения, это нам подходит, это же может так получиться, что кто-то один пройдет, например, а второй? 5% значит проходит, и еще за нами 10 человек. то есть по-любому, либо пан, либо пропал. А, ну тогда нормально, потому что я почему-то думала, что может быть, что типа там 2 человека, первых. это когда законодательное собрание, тогда да, здесь у нас женская талантка. Ну хорошо, а как вы реально оцениваете вот шансы пройти? Потому что у меня есть свои теории на эту тему, я могу поделить. Никто не верит, никто не верит. Все сделали ставки, что мы никогда не выиграем, но в этом интереснее задача. А ты интересна, какая вообще не теория? Ну у меня теория связанная, простите, не с вами, а с конкретной расстановкой вас внутри этой шахматной партии. Значит, теория у меня такая. партия, власть, единая Россия и все, что с этим связано, условно, администрация президента, больше одной либеральной силы ну как бы в Госдуму не позволят, потому что это уже чревато. Типа, если там хотя бы будет человек 10, ну как-то может справиться. Дальше. Силы у нас три, ну демократические. Явлинский, Титов и Нечаев. Но Явлинский из всех этих людей единственный, кто совершил совершенно самоубийственную вещь. Да. А я знаю, простите, Явлинского, не один год и знаю с такой стороны, что этот человек настолько продуманный, что он ничего случайно, вот чтобы он пошел и вдруг на Навального нагнал, вот я в это вообще не верю, потому что это реально самоубийство перед выборами. То есть ты можешь этот пирог как бы отхватить себе, а ты выходишь и конкретно совершаешься. Зачем? Только если у него есть какой-то сговор, что он пройдет. то есть он получил гарантию, что я так, вот хотите, тогда типа вот давайте. Чтобы враг ослабил свою охватку к нему, потому что это самоубийство, которое нам открывает дверь. Единственный способ, вот хочешь попасть, там хочешь финансирование получить, ну вот тогда скажи, что Навальный редиска. И он в принципе, ну потому что этот подступок, ну зная Явлинского, осторожного, он ну довольно умный человек в своей номинации. Я никогда не была его фанатом. Но идет Рыбаков, поэтому Явлинский может позволить тебе все, что хочет. Глупых среди этих мужчин вообще нет. Они не хотят давать пустые обещания из теплых кабинетов. Да, да, да. Поэтому проделают путь в сотни километров и своими глазами увидят, как живут наши люди в России. Я поеду за рулем первая, да, по жребию. Это не пластиковая фикция, а настоящее роуд-муви. У-ху! В котором мы покажем жизнь изнутри. Горы лысые, из-за этого завода. Это будет честный взгляд на состояние дел в регионе. Извините, пожалуйста, можете мне помочь? Мы встретимся с местными жителями. Без москвичей, если было, было вообще огромное. Включая представителей малого и среднего бизнеса. Чем вы их кормите? Чтобы услышать их желания и действительно помочь тем, кто в этом нуждается. Давайте сделаем все хорошо для наших туристов, чтобы они снова приехали. Наши кандидатки отправляются в путь. Новороссийск, Краснодар, Ростов, Воронеж, Нижний Новгород. Встречайте! Кандидатки рулят. Суджукская коса. Вот я хотела вам показать. Пойдемте вот на пляж выйдем. Ты понимаешь, что со всей этой политикой совсем другая жизнь начнется, да уже началась. Вот ты не пытался ее отговорить? Тебе вообще это нравится? Мне это вообще не нравится. То есть, ну, смотри, на этот вопрос можно взглянуть с двух сторон. То есть, первое мое мнение. То есть, я говорил, что я как бы против. Я объяснил, какие есть риски, с чем это может быть сопряжено. Ну, есть ряд вещей, которые я сказал Ксению, ну, мы между собой проговорили. Ну, типа, что могут использовать, что будет хейт, что будет... Ну, не то, что хейт, может быть давление на слабые места. Слабое место в том числе это... То есть, ну, любой бизнесмен в нашей стране это, в принципе, одно большое слабое место. Как бы ты ни старался чистить, грамотно вести бизнес. насколько я понимаю, обыски же были после ее. Да не после ее, это какие-то параллельные вещи. Ну, там, кто знает после чего. Ну, нет, они были еще до этого. Ты не считаешь, что это связано? Нет, я не считаю. Я знаю, что это не связано. Ну, ты не боишься, что сейчас, особенно еще и Титов же ассоциируется с бизнесом. И вот хороший способ показать, что вот он даже не может мужа своего выдвиженца не может защитить. Вот на тебя наехать. Я не думаю, что это правильный вопрос. Боишься, не боишься? Потому что, ну, мы в принципе живем в таком постоянном ощущении тревоги. Ну, когда ты занимаешься бизнесом и сталкиваешься с фискальными или с правоохранительными органами или с коррумпированными, там, допустим, политическими образованиями, то, ну, в принципе, у нас в стране ты действует презумпция виновности. То есть, ну, любой бизнесмен, он априори преступник, вор, и задача бизнеса в этих столкновениях, будет у тебя там налоговая проверка, вы не знаете, или будет у тебя какой-нибудь обыск или письмо счастья, тебе какое-нибудь пришло из АБЭПа. Твоя задача доказывать обратное. А почему так? Как ты думаешь? Ну, система такая. Я думаю, что глобально это проблема противоречия между обществом и властью. То есть, власть считает, что, значит, общество и люди не хотят платить налоги. Это действительно так. Но почему? Потому что власть, в свою очередь, абсолютно непрозрачна. Потому что люди понимают, что деньги уходят в никуда, что там, ну, строятся какие-то дворцы, там, начальник ГИБДД, там, и так далее, и так далее. Ну, вот и все. То есть, непрозрачная система порождает вот такой конфликт интересов. И изменить это можно, только поменяв что-то получать. Но вы думаете, у Ксюши удастся это как-то изменить это все? Или это так? Ни к чему не приведет. Говорит о том, что она придет и, значит, взмахом крыла все изменит, но это довольно наивно. Вот. Но, понимаете, если будет больше неравнодушных людей, честных, чистых, которые связываются, я даже не буду говорить, идут туда, связываются вот с этим всем, не для того, чтобы достичь каких-то своих собственных интересов, а для того, чтобы попытаться сделать что-то лучше. То есть, ну, я не вижу механизмов, как может партия, которая наберет там, ну, даже 10-15 процентов. Ну, что вот эти наши парламентские, так называемые, оппозиции, ну, они разве на что-то влияют? Если получится у Ксюши и дальше она пойдет в политику, будете ее поддерживать? Я же сейчас ее поддерживаю, несмотря на то, что мне это не нравится. То есть, понимаете, тут две вещи. Я не поддерживаю саму идею, но я так могу сказать, если бы Ксения выбрала в целом ежедневенческую позицию такого тунылого овоща, скажем так, и не была тем, кем она есть, не ходила там, как она говорит, туда, где страшно, значит, не делала бы всяких безумных поступков, не тратила бы кучу времени и денег на какие-то проекты, которые, ну, которые важны для достаточно небольшой группы людей, но они для них реально важны. Я не знаю, где бы мы сейчас были. И я даже не знаю, были бы ли мы вообще такое слово «мы» сейчас. Вот, поэтому для меня тут выбор не стоит. Я ей сказал, как бы, свою позицию, но так как она туда пошла, мне остается только поддерживать ее. А что ты думаешь и не системная позиция? Как ты относишься к Алексею Навальному? Во-первых, я думаю, что Навального мы потеряли как политика. И я очень сочувствую тому положению, в котором он сейчас оказался, потому что он помог нам всем, нашей стране, в том числе политике, выявить тот огромный сектор. Короче, грязный какой-то сектор, который уже давно заплесневел, и в общем, то, с чем мы не согласны, благодаря ему стало выяснено, с чем народ не согласен, потому что все как бы тихонько были не согласны. Нам всем очень не нравилось, но мы сидели немножечко и продолжали смотреть первый канал, условно говоря. Я не скажу, что я когда-либо была сторонником Навального, не было такого, но есть многое, что я с ним разделяла. каких-то вещей он говорил, которые действительно там стоит уважать. Я всегда задавалась вопросом, а почему у него не создаются команды? То есть очень много навольнят, там много все кричат и идут на марш не согласны, но вот команды вокруг него в случае чего-то страшного, то есть я как-то видела, как будто вот существует он как образ, а все остальные как бы выдавливаются, то есть как будто, знаешь, волков, албуров, где они сейчас? Ну вот, блин, понимаешь? То есть вроде ты как будто они есть, но нет той коалиции, когда вот в случае чего, ребята, у вас есть вот этот и он тоже как я, такого же, ну как бы, понимаешь, я и вот этого, мне это не очень позиция нравится, нравилась и сейчас я по сути вижу, что я была права, потому что вот собственно никого и нет теперь. А ты бы за свои взгляды готова была бы сидеть в тюрьме? Ну честно. Такой вопрос, Ксюша. Сложный, да, политик, надо уже учиться отвечать на сложный вопрос. На свои взгляды? Ты знаешь, я такой мирный воин, я вот не хочу уходить от ответа, я просто, знаешь, хочу тебе вот, ну как бы мысль моя в том, что мне не хотелось бы, чтобы в нашей стране, вообще в любой какой-либо стране, приходилось жить так, чтобы за свои взгляды тебе приходилось сидеть. То есть мне настолько это больно, ну, ну, вот основное, за что сейчас болит душа, за то, что у нас репрессированных и непонятно за что осужденных людей больше, чем в 37-м году, что количество там оправдательных приговоров меньше там в десятки, там сотни раз, чем в 37-м году. То есть я не знаю, к чему мы идем, я глядя на это, понимаю, что мне хочется мирного неба, мне хочется свободы слова, мне хочется писать в интернете то, о чем я думаю и вести за собой своих последователей. но я не хочу жить в страхе за своих детей, за своего мужа, а я живу в этом страхе. Туда я иду, туда, и мне очень страшно, правда. Но мой лозунг, он всегда такой, иди туда, куда страшно, там тебя ждет обязательно новый уровень и победа. И я иду туда сейчас, потому что все я не душой люблю свою страну, это правда, я люблю своих детей, я не хочу, знаешь, у меня зарубы какие страшные со старшей дочкой, которая иногда осмеливается сказать, что она уедет жить там в Америку, например, знаешь, я просто свирепею, это для меня страшно, это значит, что я... Ты не хочешь, чтобы она уезжала? Нет. Я хочу, и сейчас иду туда. А она почему хочет уехать? Вот какой ее орган? Вот она говорит, а что вы тут вообще? Вот вы там играете в свои взрослые игры. А она, наверное, в ютубчике расследование смотрит. Она смотрит, она говорит, а вы что вообще там какие-то там рассказываете, все там лозунги кричат, все это ваша политика. Это кто вообще эти люди? Они кто? Понимаешь? Они же поколения зумеров, они действия, они не слова, у них действия. Вот сделай, это будет тогда, я пойму кто-то из какого-то. Она интересуется уже политикой. Она очень многим, да, у нас с ней прям такие разговоры, она говорит, а что здесь, мам? Ну типа что? А для меня это самое страшное, мы ножом по сердцу, потому что значит, я не сделала так, чтобы мои дети любили родину. Значит, я не успела сделать до ее подросткового периода, когда она уже соображает сама, сделать так, чтобы ей никогда не хотелось, чтобы мысль такая не пришла, что мне не приходит такая мысль. Хотя могла бы, уже миллион раз, как и ты, да, мы все могли бы выбрать себе место потеплее, поудобнее, я уж точно поудобнее бы нашла себе место, где было бы все доступно, и на меня бы не смотрели, как на марсианин. И получала бы я выплаты свои, как бы, вот и все. Ну и мы же тут как-то сидим, и правда, не просто сидим, мы что-то делаем. Какая у тебя сейчас выплата по, как это записано в карточке, по инвалидности? Ну, у меня основная 12 тысяч рублей, и там, за то, что я работала, пенсионная моя, вот там, что-то вот сверху, там, типа, 4 тысячи рублей. Всего 16 тысяч рублей. Спасибо. Спасибо.